третий подряд фильм на одном дыхании почему ну потому что давайте может быть чуть-чуть загодя и дослушаем уже диалог Алексея Ивановича Макарова со своей не оппоненткой, нет, наверное со своей ученицей у него теперь свой круг общения вот яблони которые вышли под контролем им больше ничего не надо абсолютно ничего только урожай собирай вот что еще по поводу того что явно температура снега в урожайшей среды ниже чем у скажем так растительности той же яблоньки это конечно видно еще когда разрываешь снег и вокруг древесины значит такая кулак льняной вот как в прошлом году горелотики пили а он все равно был периодически так вот разница температур всегда порождает скажем так границу промораживания вокруг этого створника собирается именно вода в кулак ну вот как-то был период когда я не обрабатывала ничем деревья вот и я же вижу как вот этот решатель пошел потом ты мне сказал ну не медным купоросом а железным железо яблонь железо любят и именно им ты и в апреле обработай вот два года я обрабатывала насколько улучшилась состояние древесины просто кординарное ну а так вам сказать а вы перды мой друг а вы перды вот а я и не делаю ее же железным купоросом тебе просто хочется видеть дерево чистым и красивым по твоим понятиям это здорово а на самом деле тут же решай он не родит дерево а он с ним в симбиозе опять же этот решай если б заметила находится только с северной стороны это еще говорит а это говорит о том что дерево позволяет ему расти только с северной стороны и защищать себя от северных иссушающих ветров вот так это примерно я понимаю ларис ну ты понимаешь что не надо мучиться если не идет но значит почва не подготовлена я тебе предлагаю гораздо проще вариант слушать слушать именно а знаешь что слушать вот сейчас 4 часа вечера начнется бесплатный вебинар железова валерия константиновича знаменитый завод сибири вот уже вебинар там скоро двухсотый будет конечно хорошо если собираешься заниматься северным садом начинать его с первого вебинара потому что там сразу именно начинается но ничего не будет плохого если ты его начнешь слушать сегодня конечно тут есть время стоять детей и политика подмешивается то есть вроде как суммурное идет но потому что он давно это все ведет а звук давно прошел но все равно время племника тем возвращается ты знаешь вот мне казалось я все знаю все ну не все скажем так да но я многое знаю и тем не менее всегда его слушаю быть в курсе дела новинок потом он же связывает на себе весь народ нашей россии не только россии ты послушай его послушай может тебя заинтересует это дело это все то же самое но гораздо съедобнее чем вот сейчас ты будешь себя заставлять а заставлять не надо за грешкой никогда ничего не добиваться спасибо 4 часа попробуй найти его вебинар Валерия Константиновича Железова с саду Сибири можно зайти на сайт зайти или просто наберешь вебинар он выскочит сегодня будет 4 в открытом эфире он 2 часа ведет лекцию а потом все целый час отвечает на вопросы в прямом эфире можешь ему вот так прямо запечатать текст ну подписаться конечно тебя интересует вот это и он будет в прямом эфире отвечать целый час ты представляешь общение желаю удачи не пожалеешь Добрый вечер Олег Константинович прослушал ваш 15-минутный ролик там где подписано словами блата окружавы возьмемся за руки друзья чтобы не пропасть по одиночке и потом мы вспомнили замечательные его стихи начали первую строчку сейчас я постараюсь продолжить виноградную косточку в теплую землю зарою и лозу посолю и спиной грозди на рву и друзей созову на любовь свое сердце настрию а иначе зачем на земле этой вечной живу приходите друзья вы ко мне на мое угощение говорите мне прямо в лицо кем пред вами славу да простит мне мой Бог все земные мои прегрешения а иначе зачем на земле это вечно и живу да замечательные строки и такое забыть нельзя спасибо вам что напомнили об этом замечательно здоровья вам спасибо еще раз у меня там свет собрался и не договорил про то что мой телефон можно давать адрес можно давать и я никого не прячусь никого не боюсь поэтому делаю только хорошее мне ни за что не стыдно можно давать все так друзья а давайте сейчас виртуально поможем съесть этот арбуз это одно из шедевров недоступное мне лично мне что я смотрю разговор продлится давайте пусть будут маленькие минифильмы а от этого хорошо зато наши Алексей Иванович читатели слушатели они не будут уставать они с удовольствием включат следующий фильм и так я уже сбился со счета у нас уже было несколько минифильмов вот это будет очередной а очередной из них вот давайте я на этом закруглюсь может на сегодня и хватит я уже начал вставать 0 п а 0 0 0 0 0 0 0 Продолжение следует...